В текущем году, в 2011 году, состоятся выборы в Государственной Думе. И в связи с этим хотелось бы поделиться некоторыми своим видениями, мнениями по поводу социально-экономического развития Рязанской области, в том числе по такому актуальному вопросу, как улучшение жизненного уровня в бюджетной сфере работников. И хотелось бы отметить тот факт, что почему-то у нас только в год назначения выборов перед выборами власть имущие всегда проводят определенные действия на виде того, что повышают заработную плату. И на сегодняшний день везде этот вопрос озвучивается как великое достижение об увеличении заработной платы. Ну, допустим, в Рязанской области и губернатор, и все другие единороссы говорят о том, что на 30%. Но здесь нужно тщательно разобраться, сколько же получит конкретно та же медсестра, учитель, врач той или иной категории. А вот эти цифры нам почему-то никто не говорит. Вот 30 августа состоялось очередное заседание областной думы, на котором один из вопросов был о внесении изменений в бюджет Рязанской области, то есть в областной бюджет, и в том числе средства на увеличение заработной платы. И когда мы, коммунисты, задали вопрос, а сколько же реально получит с 1 сентября, будет добавка к зарплате конкретного работника бюджетной сферы или в образовании, здравоохранении, в культуре, спорте, нам никто на этот вопрос не ответил. Почему мы догадываемся не отвечать? Да потому что конкретно зарплата у работника увеличится не на 30%, это увеличение фонда оплаты труда. И в большей мере этот фонд оплаты труда, он будет съеден, если так можно выразиться, руководящим персоналом, то есть главврач, директор школы, их заместители, потому что вот у них-то зарплата действительно по новой системе оплаты труда, которая сегодня вводится в Рязанской области, существенно увеличится, будет получать несколько десятков тысяч, ну где-то в районе 40 и чуть более. А вот у остальных работников бабушка на двое сказала. Поэтому и никто нам не ответил конкретно, сколько же будет увеличено с 1 сентября зарплату работников бюджетной сферы. Допустим, на наш взгляд, что увеличение будет где-то от 500, ну максимум до 3000, вот и считайте. И в то же время никто не говорит о том, что в течение трех последних лет, 2008 год, 2009 год, 2010 год, увеличение зарплаты не предусматривалось. Я когда выступал по этому вопросу, сказал, ну почему у нас всегда так происходит, что заданная плата у нас повышается только в преддверии выборов, а не систематически, в связи с тем, что у нас инфляция реальная ежеводная более 15, а то и 20 процентов. И вот даже когда бюджет на текущий финансовый год в 2010 году мы утверждали, председатель областных профсоюзов Фролов Леонид Петрович вынужден был выступить и сказать, что почему областная дума правительства Рязанской области не увеличивает зарплату в бюджетной сфере. Кстати, мы, коммунисты, предлагали тогда увеличить зарплату бюджетникам, но никто нашу инициативу не поддержал. Ну мы знали, что это только делается в преддверии выборов от своего рода подкуп такой и показать, какая власть у нас добрая и хорошая. Но, а цифры говорят об обратном. За эти три года, вот как и слов лидера профсоюзов областных, зарплата в бюджетной сфере, реальная зарплата, значит, снизилась на 50 процентов. И вот эта сегодняшняя надбавка, пусть, допустим, даже в несколько тысяч рублей, она не меняет ситуации и не восполняет падения в реальной зарплате, которая произошла за три года. Мы всегда на заседаниях думы стараемся говорить объективно и правду. Но, к сожалению, вот прошло уже почти что полтора года, как был избран новый состав областной думы. И вот за эти полтора года нам оппозиции не дали ни разу эфир, чтобы вот пришел, вот как сейчас я, допустим, обращаюсь к жителям Рязанской области, так на телевидении, допустим, дали бы слово высказать свою позицию по тому или иному вопросу. По принятию бюджета на финансы, следующий финансовый год, по той же зарплате в бюджетной сфере, по объектам строительства, как выполняются у нас социальные программы, в том числе и строительные программы. Но, к сожалению, на словах у нас даже закон приняли о равном доступе к средствам массовой информации политических партий. Но, к сожалению, мы видим только на экранах и на радио одни и те же лица. Это губернатор, это другие единороссы. А вот оппозиция КПРов ни в коем случае не допускает. Почему? Можно тоже догадаться, потому что мы говорим правду и критикуем, и не просто критикуем власть, но и предлагаем, предлагаем откуда взять деньги, где сэкономить, как более эффективно использовать бюджетные средства. Но это не нравится власть сегодня имущим, поэтому они прибегают вот к таким приемам, как отключить звук, как было на этом заседании 30 сентября, когда я выступал по вопросу о внесении изменений в бюджет, областной бюджет 2011 года, касаемо оплаты труда бюджетников, повышения, при моем выступлении был выключен звук, который передача шла в прямом эфире в интернете, в территории. Сегодня члены партии «Един России», в том числе депутаты от их партии, они говорят неправду своим избирателям, и почему-то все те работы, которые проводятся за счет государственного бюджета, то есть областного бюджета, а в бюджет поступают деньги от всех налогоплательщиков, они выдают за свои, как будто это они из своего кармана вынули, или из партийной кассы своей, и выделяют там на ремонт капитальных дорог, на ремонт внутридворовых территорий. А если правде в глаза смотреть, то вот то, что начали ремонтировать внутридворовые территории, это заслуга в большей мере оппозиции в лице коммунистов, потому что мы постоянно критиковали за то, что деньги, которые выделяются на капитальный ремонт дорог в Рязани, конкретно в других городах, районах, они не идут на капитальный ремонт дворов, что люди ходят по колдобинам и так далее. Это возымело свои действия, и когда федеральные средства пришли заливым на капитальный ремонт дорог в городе Рязани, это было учтено, и часть из них в 260 миллионов был направлен на капитальный ремонт дорог. Поэтому мы и говорим избирателям, вы контролируете, как эти работы проводят, но на наш взгляд ни шатка, ни валка сегодня эта работа идет, и поэтому многое будет зависеть от самих жителей этих дворов, чтобы они настаивали, чтобы работы были проведены качественно, если что-то не так, то обращаться в ту же дому к нам, и тогда, чтобы мы дали толчок этой проблеме, чтобы она была разрешена. Но поражает другое, что высшие должностные лица Рязанской области не объективно докладывают о ситуации, о социально-экономическом положении в Рязанской области. Допустим, тому же Путину губернатор, вот читаешь газету, Да и слышали в интервью, частично было показано, в пятницу встречался Путин с губернатором Ковалевым, в котором рассматривались вопросы сбора урожая, строительства, в том числе оплаты труда в здравоохранении и не только в образовании, это как в начале учебных год. И вот здесь-то, казалось бы, нужно правду сказать, а вот правду мы боимся. Какая-то мельежья болезнь у наших чиновников высоких, когда они отчитываются перед президентом или председателем правительства Российской Федерации, и куда только их не заносит. Ну, конкретно я услышал такие цифры о заработной плате в здравоохранении, что в следующем году зарплата там достигнет 28 тысяч. Это удивительно, если это будет так, но я что-то сомневаюсь, что у нас окажется в этом году в таких учреждениях, как перинатальный центр, онкологический, кардиодиспансер, зарплата увеличилась в разы. То есть нет такого. Необъективные цифры говорят председатели правительства. И поэтому мы доносим до жителей. Ну, если спросите сегодня, сколько там работники получаете в этих кардиоцентрах, я думаю, что в среднем не более там 8, если средний персонал, как было сказано, там 16 тысяч рублей, да нет такой зарплаты сегодня в Рязанской области, в бюджетной сфере. Откуда это? С неба что-то свалилось. Если действительно в разы, то будет увеличиться, это нужно миллиарды рублей. А мы изменения вносили дважды, если я не ошибаюсь. Последние это 300, там с лишним миллионов рублей. Естественно, это не хватит. Но мы должны понимать, что не сказано и то, что мы массово закрываем школы. Вот я направил письма министра образования Бушковой, в котором он ставил вопрос, сколько будет закрытой школы реорганизовано к учебному году, вот текущего года. У меня был ответ такой, что останется у нас действительно, может быть, и меньше. 284 школы. Три года назад было 540. Вот и считайте, сколько за три года закрыли? Почти что уполовинили. То есть об этом президенту и председателя правительства, губернатора и другие юниорусы не говорят. А это преступление. На наш взгляд, коммунистов, что этого можно не делать. В Швеции, допустим, даже если несколько учеников школу не закрывают. И по нашим расчетам, сегодня выгодно оставлять школы. Это вопрос трудоустройства. Ведь сотни педагог высокой квалификации остались без работы. Хоть и министр образования нам говорит, что якобы там 50 человек, а остальные стоят на учете, значит, по безработице. Но они не работают. Но я считаю, что это тоже цифры от лукавого. Потому что сотни остались без работы. Нам говорят, что они могут устроиться в других районах, в школах. Но кто их ждет? Там свои есть педагоги, опытные в том числе. Кто их ждет? Кто им даст квартиру? То есть этот вопрос тоже не изучался. Люди остались без работы, без доходов. Поэтому нельзя так нагло врать своему населению. А нужно говорить правду. Но правду сегодняшняя власть не любит говорить. Поэтому не дают сегодня коммунистам выступить на телевидении и на радио. Потому что мы скажем о ситуации социально-экономической так, как она есть.